Здравствуйте! Новости на канале СКАД. С вами Юлия Клёнова. Я и мои коллеги готовы рассказать о событиях этого дня. Итак, смотрите выпуск. Вот если присмотреться, то вот эта сторона буквально счесана. Убийственная жара. В 12 районах Самарской области введен режим ЧС. Мы снова постараемся, чтобы дети ни в коем случае не почувствовали тягот войны. 4 тонны ученических принадлежностей для украинских школьников. Самарская область присоединилась к акции День знаний в Новороссию. Дома не должны оставаться без обслужбований. Выдача отказана. 12 управляющих компаний региона остались без лицензии, а значит и право на работу. Жара покинула Самарскую область, однако засуха успела сказаться на урожае. Режим чрезвычайной ситуации введен в 12 районах губернии. От засухи сильно пострадал Красноярский район. В некоторых хозяйствах прошел еще и разрушительный ураган. Сумму ущерба выяснял наш корреспондент. Вот если присмотреться, то вот эта сторона буквально счесана, буквально уничтожена градом. Сильнейший ураган в Большечерниговском районе прошел неделю назад. Агроном Александр Жуков до сих пор не может смириться с тем, что его работа в этом году не принесет плодов. Поле подсолнечника практически полностью уничтожено. Град был настолько крупным, что сбил верхние слои подсолнечника буквально до сердцевины. Конечно, хозяйству будет очень тяжело. То есть погибло 50 с лишним процентов урожая. И выжить в таких условиях еще какая цена будет. То есть практически очень тяжело будет хозяйству выйти из этого положения. Досталось подсолнечнику и во время засухи. За полтора месяца не было ни капли дождя, а температура поднималась до 40 градусов тепла. Кроме того, погибли посевы ячменя. В одном только Большечерниговском районе от града и засухи пострадали 4 хозяйства. Еще 29 от засухи. Это меньше, чем в 2010 году, но и в этих условиях объем урожая будет меньше запланированного. Поэтому режим ЧАЭС мы вводим для того, чтобы, я уже сказал, как бы выполнить вот эти вот все... Ну, не то что оправдаться, а вот сказать причину. Еще сельхозтоваропроизводители у многих кредиты. Закредитованность большая, поэтому, имея документы о введении чрезвычайной ситуации в районе, банки идут нам на встречу, полонгировая кредиты, какие-то дают отсрочки. По предварительным данным, сумма ущерба от гибели посевов составляет около 1 миллиарда рублей. За последние 6 лет засуха одолевает регион в третий раз. В этом году пострадали около 400 хозяйств в 12 регионах Самарской области. Посевы погибли на площади 240 тысяч гектаров. Зерновые в пределах 200 тысяч. В региональном министерстве сельского хозяйства эти цифры подтверждают. Для того, чтобы обеспечить продовольствием Самарской области, нам нужно 280 тысяч тонн пшеницы, 50 тысяч ржи. На сегодняшний день по-прежнему остается основное производство зерна – это созимных полей. Сегодня у нас к уборке где-то в пределах 300 – это 40 тысяч озимных, которые, как мы думаем, дадут около 20 сантиметров гектара. То есть продовольствие мы закроем однозначно. Здесь проблем никаких нет. Анастасия Шамшурина, Николай Сидоров, Александр Передня, СТВ Поймали похитителей нефти. Оперативные сотрудники отдела полиции по Безенчугскому району и представители УМВД по Самарской области задержали группу из троих жителей нашего региона, которые установили врезку в нефтепровод. В настоящее время оценивается нанесенный ущерб. Все члены группы задержаны по подозрению в совершении преступления. Подозреваемые изготовили незаконную нефтеврезку в нефтепровод и занимались хищением нефти. Подозреваемыми изготовлен отвод от нефтепровода порядка 10 метров, который уходил в поле. Недалеко от места происшествия была обнаружена машина – нефтевоз. В цистерне, которая находилась, порядка 25 тонн нефти. По данному факту сотрудниками Самарской полиции возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 3, статьи 158. Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91. В настоящее время им избирается мера пресечения. 12 управляющим компаниям отказали в выдаче лицензии. Цифра сравнительно небольшая. В регионе уже получили документ больше 240 фирм. Но проблемы создают даже несколько компаний, которые лишились права обслуживать жилфонд. Большинство из них самарские. Теперь в Кировском районе города жители десятков домов вынуждены обратиться к другим коммунальщикам. Далее подробности. В числе тех, кому отказана в лицензии, Тольяттинская молния, компания ТВН, работавшая в Красногринском районе, Самарская ВАСКА. Жители теперь втянулись в процедуру замены управляющей компанией. Это особый механизм. Сначала лицензионная комиссия оповещает районные власти. А они непосредственно хозяев квартир. После того, как собственники будут оповещены, у них есть 15 дней на то, чтобы выбрать новую управляющую компанию, либо создать ТСЖ. Если они этого не сделали, то тогда орган местного самоуправления, опять же город или муниципальный район, обязаны в течение 30 дней провести открытый конкурс и назначить управляющую компанию. Возникает вопрос, кому все это время платить за услуги. Формально должна обслуживать и получать деньги прежняя организация. Но на деле, чтобы обойтись без посредника, в бывших домах ВАСКА самарские коммунальные системы, выставляющие тазоводу жителям напрямую. В качестве основной причины невыдачи лицензии Виктор Часовских называет неполное раскрытие компаниями информации о своей деятельности. Впрочем, есть и позитивные моменты. 244 фирмы уже получили разрешительный документ. И услугами многих люди довольны. Выбирали совет дома. И там наша главная по дому предложила вот такую компанию. Но пока нормально, да. Претензий у меня никаких нет. За деятельностью компании, которые подтвердили право на обслуживание жилфонда, теперь будет следить лицензионный контроль. Если организация не отреагировала на два обращения в госжилинспекцию, дом у компании изымут. Если таких зданий наберется 15% от количества обслуживаемых, вновь встанет вопрос о лицензировании. Так что коммунальщикам придется работать, не покладая рук. Юлия Кленова, Легпалов, СТВ. Семь раз сократилась очередь на жилье среди военнослужащих в Самарской области. Министерство обороны вводит новые формы обеспечения квартирами. На первый взгляд, они очень привлекательны, но не все спешат ими воспользоваться. Почему так происходит? В нашем следующем сюжете. Сейчас в Самарской области 302 военных очередника на получение жилья. 107 из них выбрали новую форму обеспечения, которую активно продвигает Министерство обороны – субсидию. Ее выдают тем, кто имеет выслугу 20 лет и более, или прослужил 10 лет и увольняется, не по отрицательным мотивам. Военнослужащему перечисляют на счет сумму, на которую он может приобрести квартиру. Деньги немалые. Между Минфином и Минобороны велись долгие споры, чтобы получить из бюджета как можно больше. Задача была вывести на сумму, позволяющую гражданину купить себе жилое помещение в любом регионе. То есть он получает сумму и на эти деньги, это его уже право, купит он, например, в Санкт-Петербурге квартиру, либо купит он где-то в Самарской или Оренбургской области, две-три квартиры, подъезд, на что денег хватит. Но большинство очередников, около 200, выбрали не деньги, а готовую квартиру от оборонного ведомства. Закон позволяет получить ее в любом регионе, и военнослужащие идут на хитрость, чтобы получить еще больше. В среднем субсидия на приобретение жилья от Министерства обороны составляет около 5,5 миллионов рублей. На эти деньги военнослужащий сам может выбрать себе любое жилье. И, как правило, те, кто выбирает субсидию в виде денежных средств, приобретают жилье в Самаре. А те, кто выбирает готовую квартиру от Министерства обороны, уезжают в Москву или Санкт-Петербург, чтобы в последующем возможно ее продать. Тех, кто пошел по такому пути, не пугает возможный риск потери денег, многочисленные поездки в другой регион и долгое оформление документов. Министерство обороны в этот процесс уже не вмешивается. Если мы военнослужащим доверяем атомной подводной лодке, то вполне логично, что им нужно доверять хотя бы их жилые помещения. Та же ситуация и с субсидиями. После того, как деньги ушли на счет, их судьбу никто не контролирует. Военнослужащий может на них купить машину, уволиться и путешествовать по миру или открыть свое дело. Но из очереди на жилье его уберут. В Министерстве обороны рассчитывают, что такую форму, как субсидия в следующем году, будут выбирать большинство очередников, число которых постоянно растет. Это проще и для ведомства. Не нужно строить свое жилье в большом количестве, контролировать подрядчиков и сдачу объектов. Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ. Сейчас прервемся, и вот о чем расскажем во второй части выпуска. На сегодняшний момент, скажу, я доволен творчеством процесса. Ребята пришли с хорошим настроением. Снова на лед. Толезинская лада готовится к старту чемпионата континентальной хоккейной миги. Продолжаем выпуск. Государственное частное партнерство будет развиваться в Самаре в большем объеме. Об этом говорили на заседании профильного комитета в Самарской губернской думе. Я напомню, что в нашем регионе с 2010 года существует закон о частном партнерстве. Народные избранники заслушали отчет о результатах его работы. Государственные частные компании, по мнению депутатов, очень актуальны в период кризиса, когда многие инвестиционные программы из-за отсутствия финансовых ресурсов не могут быть реализованы. Сейчас в регионе существует 11 проектов, которые привлекают около 8 миллиардов рублей в небюджетных средств. Кроме того, создают рабочие места. Ближайшая перспектива – это наделение полномочиями по реализации политики в сфере государственного частного партнерства муниципалитетов. Такая работа сейчас ведется, но с учетом новых реалий она, безусловно, потребует значительно больше внимания. У нас есть ряд муниципалитетов, которые, правда, через механизм концессии привлекали инвесторов. Сегодня в законе четко прописаны нормы, которые позволяют им уже идти по механизму государственного частного партнерства. Мы планируем провести ряд обучающих семинаров с органами местного самоуправления, на которых разъяснить положение данного закона и помогать оказывать всевозможную помощь муниципалитетам для того, чтобы на муниципальном уровне данные не пропускались. В целях создания благоприятных условий для инвесторов в области предусмотрены субсидии юридическим лицам, а также оказывается информационная и правовая поддержка на всех стадиях реализации проектов. Петерина Клондаевска, Николай Сидоров, СТВ Когда знание – сила. Самарские участники всероссийской акции «День знаний» в Новороссию помогут украинским школьникам в новом учебном году. Для пострадавших от военных действий Донецкой и Луганской народных республик собрали уже 4 тонны благотворительного груза. Среди ученических принадлежностей в основном концтовары. В пункте сбора побывала моя коллега Дина Сметанова. Русские карандаши – не единственные школьные принадлежности российского производства. Все товары – отечественные, качественные, с сертификатами. Это обязательное требование, иначе благотворительный груз не пропустят через украинскую границу. Сейчас, по данным ООН, в Донецкой области 144 тысячи школьников, в Луганской – 77 тысяч. И все они нуждаются в помощи к 1 сентября. Именно поэтому уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов инициировала акцию «День знаний в Новороссию», которую поддержали и в нашей области. В первую очередь мы обращаем внимание на права детей, которые действительно попираются самым чудовищным образом на территории, где ведутся военные действия. И сейчас мы принимаем участие, собственно говоря, «День знаний в Новороссии». То есть мы снова постараемся, чтобы дети ни в коем случае не почувствовали тягот войны. В прошлом году, к 1 сентября, в Самарской области необходимыми констоварами и формой обеспечили всех школьников, которые в статусе беженцев разместились в пунктах временного пребывания. К новой акции не менее ответственные отношения. Подарки, которые через централизованный пункт сбора в Подмосковье доставят на Украину, выбирали как для своих родных детей – яркие и красочные. Поскольку более 200 украинских школ разрушены в ходе военных действий, требуется и средство на ремонт зданий. Мы принято решение продлить эту акцию до конца недели. Все могут перечислить деньги на счет, который объявлен и вывешен на сайтах Общественной палаты правительства Самарской области, либо принести какую-то продукцию в пункт сбора. Сертифицированные школьные принадлежности можно привезти в рабочие дни по адресу город Самара, улица Фрунзе, дом 110А. Дина Сметанова, Эдуард Растегаев, СТВ. Тольяттинская «Лада» готовится к старту чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Сейчас тренерский штаб и основной костяк команды находятся на тренировочном сборе в Латвии. Там у Волжан запланировано несколько товарищеских матчей. Наш корреспондент Александр Семенов успел побывать на заключительной тренировке команды перед сборами. Ему слово. На льду тольяттинская молодежь, амбициозная и перспективная, здесь всегда делали ставку на своих воспитанников. И, надо сказать, такая практика традиционно приносила успех. Ведь «Лада» — первая команда с периферии, завоевавшая золото национального первенства. Новое поколение хоккеистов уж точно отдает себе отчет, что они продолжатели длинной и яркой истории Волжской команды. Им предстоит доказать многое, в том числе и себе. Тольяттинцы не хотят выглядеть мальчиками для битья в элитном дивизионе страны. Я доволен тренировочным процессом. Ребята пришли с хорошим настроением. Скажем, основная часть нашей команды пришла в очень хорошей форме. Сейчас у нас идет программа, программа подготовки. Ребята с ней справляются. Видно, что и настроение, и желание команды очень хорошее. На сегодняшний момент доволен. Пока тренировки проходят в щадящем режиме. Все больше аэробных нагрузок в рабочий процесс. Отдохнувшие волжане входят постепенно. Большая работа у команды запланирована на сборах в Латвии. Будет два товарищеских матча, в том числе и с весьма серьезным соперником. Рижским «Динамо». Сейчас необходимо сделать все возможное для хорошей подготовки к старту чемпионата. Ощущение хорошее. Домой всегда приятно возвращаться. Как вам новая арена? Хорошая арена, хорошая площадка. Все здорово. Настрой боевой перед началом сезона? Ну, конечно. Мы работаем очень прилично, так сказать. Команда у нас хорошая, молодая. Я думаю, все хорошо будет. Вернется «Лада» домой 25 июля. После у волжан запланировано принять участие в Кубке губернатора Нижегородской области, а также провести традиционный домашний Кубок «Лады». Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги для тольяттинцев стартует в трех гостевых противостояний с командами «Сочи», «Локомотив» и «Спартак». Первый же домашний поединок нового сезона пройдет в Автограде 31 августа. В Тольятти, пожалуй, казанский Акбарс. Александр Семенов, СТВ, Тольятти. В Самаре пройдет кастинг на участие в проекте «Холостяк». Скоро стартует его четвертый сезон. Кто станет главным героем этого романтического шоу, остается главной интригой. В разные годы возлюбленную выбирали резидент комедиклаб Тимур Батрудинов, футболист Евгений Левченко, миллионер Максим Чернявский. Участвовать в шоу могут незамужние женщины и девушки от 18 до 40 лет. В Самаре телеканал «Скат ТНТ» проводит кастинг в этот четверг, 16 июля, с 11 до 19 часов вечера. Приходить нужно в здание телерадиокомпании «Скат» по адресу улицы Советской Армии, 245Е. Подробности участия смотрите на нашем сайте. У меня на этом все. Далее прогноз погоды, программа «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах «Скат СТВ Самара» и заходите на сайт телерадиокомпании «Скат». Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok